здравствуйте здравствуйте и тебе привет мой зритель давай посмотрим насчет исправления бага внесенного разработчиками переменная неправильно работает фонарик так собственно о печках разработчики поломали переменную давай возьмем посмотрим какую именно значит у нас была переменная мы инициировали старый видос под видео отписался человек спасибо ему за то что метод уже не работает короче мы поджигали печки старый видос в котором я показывал как пачкой целый целым рядом печек можно управлять не занимая ни одного порта по моему видео называется 100 печек одним чипом вот кстати добавили лампочку это я не помню чтобы вот это работа циклы циклы программы это лампочка означает индикатор вот короче мы там поджигали печки ну это доступ к устройствам по хэшу имени по имени соответственно у нас здесь печка сейчас то есть я прошу а f1 она названа то есть мы берем лебовер называем печку например эту печку называем а f1 эту печку называем а f2 ну без разницы как тут а fn какая там по счету их может быть очень большое количество больше рационального количества раньше мы поджигали их смотрели на вот это реагентство очень простой метод поджига то есть как только что-то попадало у нас внутрь печки давай проиллюстрируем это в принципе буду дублировать вот у нас есть кусок золота и мы смотрим на переменную reagents когда у нас попадает сюда они не reagents а recibe hash вот hash рецепта то есть когда у нас попадает внутрь внутрь в печку попадает какая-то руда из которую можно переплавить какой-то слиток то рецепт hash этого слитка у нас появляется в переменной recibe hash но прикол в том что разработчики поломали логику работы этой переменной и после включения питания это переменная recibe hash то есть печка сбрасывает если мы сейчас переставим например вытащим руду еще ты меняешь вот и попробуем вставить рецепт при включенном питании то есть recibe hash равен нулю при включенном питании печка не знает какой рецепт она сделает когда питание печки включено это так не должно быть это баг вот поэтому этот баг надо исправлять ну и собственно методов поджига печи есть множество самых различных но проще всего читать слоты значит давай тут у меня уже кодик набросом причем кодик с включением питания что мы делаем принцип точно такой же как и в предыдущем в том видео то есть мы пушим в стэк забрасываем в стэк название хэши названий наших печек тут может быть их там 50 100 штук печек без разницы мы все печки называем по-разному и все весь список названий вот этих мы пушим в стэк дальше здесь объявляем define вот эта константа аркфур это наша константа это по сути хэш беговой печи арк давай арк фурнэйс вот вот это вот константа либо можно структура аркфурнэйс в кавычки взять то есть мы берем вот это значение то есть мы так сама хэш можем взять вот это хэш вот структура аркфурнэйс соответственно это идентификатор устройства которому мы будем обращаться но мы не только по идентификатору а еще и дополнительно по имени ну и задаем переменную псевдоним для переменная там для регистра r10 это будет имя нашей печки текущей который мы смотрим то есть мы забросили в стэк пачку хэшей название печи и дальше в цикле достаем последний заброшенный хэш это имя печи достаем его в регистр r10 и обращаемся лод бэч нейм о слушаю показывает подсказочку я чё-то смотри классно лод бэч нейм слот да то есть мы читаем регистр r0 из устройства по хэш аркфурнэйс это дуговая печь с именем хэш имени который вычитали из стека читаем слот нулевой соответственно у печи дуговки два слота это один на входе импорт другой на выходе экспорт первый ноль рой единичка вот нулевой это импорт на входе единичка это на выходе мы читаем если там что-то есть в этом слоте то есть он окупит единичка последняя это ну там бич мод то есть тут сумма у меня стоит может можно ноль поставить без разницы здесь то есть это тип если пачка у нас будет пачка устройств таким с одинаковым именем одинакового типа устройства мы просуммируем это значение мы предполагаем что у нас только одно устройство ну и собственно то что мы вычитали если там что то есть мы вычитываем эту единичку из этого слота из нулевого и сразу записываем его activate и записываем в переменную он нашей печки и переходим значит смотрим если у нас стекпоинтер это регистр который указывает на вершину стека когда мы достигнем дна стека то есть вычитаем все вот эти значения которые мы записали в стек стекпоинтер будет равен нулю и соответственно если он будет равен нулю мы один такт подождем начало следующего такта и перейдем на начало опять запишем запер всю пачку можно не так делать то есть если мы хотим на этот же чип навешать какую-то другую логику можно поступить по-другому можно запихнуть в стек всю пачку хэшей необходимых дальше сохранить текущее значение вершины стека то есть мы стекпоинтер должны написать move и в какой-то регистр закинуть например в r11 то есть мы следующей строкой записываем значит move r11 в r11 запихиваем стекпоинтер то есть мы сохраняем состояние стекпоинтера и после этого вместо того чтобы джам вместо того чтобы запихивать опять пачку хэшей стекпоинтер мы можем восстанавливать значение стекпоинтера вот этого регистра то есть мы будем загружать из сохраненного сохраненный адрес стека мы будем восстанавливать не обязательно вот эти пуши все заново и тогда мы в этот луп эту петлю можем еще какую-то дополнительную логику, поскольку у нас 6 портов свободны, то есть мы можем управлять там, я не знаю, солнечной панелью, шлюзом может управлять этот чип, да, и одновременно с тем управлять автозапуском пачки печей. То есть можем дописать, по-разному можно подходить. Вот этот примитивный, это не совсем корректный метод поджига, но он вроде бы работает. Давай проверим. Возьмем вот, ну там, например, у нас тут будет одна, тут у нас будет две. О, смотри, там уже она автоматически запустилась, видишь? То есть туда докатилась, она автоматом запустилась. Вот мы проспихали золото, это проплавляет, причем это у нас турбопечка. Она турбирована, но она турбирована только на малое количество, то есть она быстро переплавляет одну, один итем руды. Вот, то есть что-то попадает на вход печки, если это можно переплавить, печка пробует стартануть, вот, и как-то что-то поработать. Ну, все, видишь, все работает вроде бы корректно. На самом деле это не совсем, то есть на плотном потоке входном, то есть если мы на вход подадим, например, через шутасы, через вот эти желоба, на вход печей этих подадим, плотный поток руды, могут быть глюки. Не факт, что будут, то есть скорее всего это корректно будет обрабатывать сейчас, раньше были бы глюки, поэтому раньше надо было делать по-другому. Давай, полный метод, более корректный, более правильный. Значит, смотри, что мы должны делать. Мы должны читать вход, если у нас вход занят чем-то, и читать выход. Значит, первый слот, так само в регистр R1 мы читаем, в R0 читаем нулевой слот на входе, и в R1 читаем первый слот на выходе. И затем сделаем что-то, наверное, приблизительно такое, set greater than. Значит, R0 у нас будет R0, R1. Что у нас получается? Значит, если у нас на входе что-то есть, на выходе пусто при этом, давай нулевое состояние, значит, на входе и на выходе у нас нет ничего. То есть на вход у нас ничего не попало, выход, естественно, тоже пустой. Соответственно, если на входе и на выходе у нас ничего нет, мы вычитали эти значения, они равны, вот это условие не срабатывает. То есть R0 не greater than, не больше, чем R1. Соответственно, в R0 у нас запишется нолик, и у нас ни activate, ни on, вот эти сигналы не взведутся. То есть мы, печка выключена, не активирована. Как только у нас на вход попадает какая-то руда, у нас в R0 будет единичка. Поскольку единичка больше нуля, значит, в R0 у нас после этой команды запишется единичка. Соответственно, мы активируем печь и одновременно включаем ее. Включаем питание, активируем, печка начинает переплавлять. Пока у нас что-то находится на входе, печка плавит. Как только она доплавила это до конца, результат плавки попадает на выход. Даже если на входе тоже что-то появилось, уже новая порция чего-то забросилась, у нас на входе и представляем, что быстро забрасывается новая порция чего-то. Соответственно, здесь единичка и здесь единичка. Результат не срабатывает, мы на один такт отключаем печь и сбрасываем сигнал активации. После чего запускаем следующую порцию. После того, как здесь встанет нолик, у нас печка опять запустится. То есть вот такая логика. С ней тоже должно работать. Давай проверим, будет ли с ней корректно работать. В этот раз поплавим, наверное, ну вот возьмем, возьмем вот железо немножко. Это сюда пошло, это сюда пошло, вот пошло плавится железо. Там поплавилось, тут поплавилось, тут поплавилось. Вот. Тоже корректно отрабатывает. На плотном потоке я проверять не буду. Можете проверить, если там не будет что-то работать на плотном потоке, я построю, потому что тут еще надо сплит потока делать. В принципе, как-то вот это организовывать более. Там есть, по-моему, шутерсы, которые умеют перегрузку. Да, подожди. Outlet Intent Overflow. Да, вот эти шутерсы нам нужны. Вот в такой позиции их нужно оставить. То есть что они будут делать? То есть они будут забрасывать в сторону. Если в сторону занято, будут забрасывать вперед. Если вперед занято, будут забрасывать в сторону или не пропускать вообще. Соответственно, и здесь вот концевой какой-то, угловой поставить. Ну что-то типа вот такого потока нужно организовать. Вот. Тогда это будет все, что можно. Вот здесь в очередь будет складываться. И здесь в очереди. Что быстрее? То есть быстрее вот тут пройдет, значит пойдет прямо. А если не пойдет прямо, если тут занято, пойдет в эту печку, если она освободится. То есть оно будет распределять. Вот поток вот этот будет распределять по трем печкам. Вот. Формировать очередь и распределять. Ну, проверите, если будет корректно работать там с первым вариантом. То есть у нас есть два варианта кода. Вот такой вариант кода. И более простой. Это вот такой. Теоретически он должен сейчас корректно работать. Такой вот простой вариант кода. Если не будет работать, подпишитесь. И будем пытаться что-то там дальше мутить. На этом все. Услышимся. Ну и вдогонку. Тройная турбопечь. Работает вроде не глючит. Причем я там даже задержки закомментировал. Короче, ну, стакер на входе. Сюда на вход приходит руда, которую мы должны плавить. Стак разбивается по одному кусочку. Подается в очередь. Здесь для перегрузки у нас вот эти вот шутесы. Оверлоуд. Или как они там называются. Оверфлоуд. Переполнение, короче. Которое распределяет поток. Куда свободно, туда пустят. Если никуда не свободно, то остановят. И, соответственно, сюда пришла руда. Полный стак. Тут стак разделился по единичке. Распределился по трем печкам. И три печки в турбированном режиме. Это все фигачат и выплевывают. Ну, тут тоже надо стакеры поставить, чтобы не вот так вот кучей. Ну, так кучей прикольно. Турбо... Тройная турбопечь. Вот, так и назовем это видео. Тройная турбопечь. Значит, по коду еще все более проще. То есть, я... Вообще все в нафиг выкидывали. Все работает. Значит, управление питаниями. Отключил тут единичку. Это можно убрать. Yield я тоже выкинул, потому что Yield не нужен. Ну, вот. Ну, с ним красиво, конечно, но без него тоже работает. Работает стабильно. То есть, я проверял просто стабильность вот такой вот. Если подход, если мы просто... Вот, окупия это у нас. И если мы вычитываем только на входе, на выходе не вычитываем, не сравниваем. Только вход читаем и подаем вот на Activate. Корректно работая, то есть, они поправили вот это. То есть, раньше это некорректно. Надо было логику. То есть, они, по сути, вот ту логику, которую мы реализовываем, вычитывая вход и выход и сравнивая их, они реализовали внутри печки. Но при этом немножко поломали их. Ну, ничего. Турбированные печи. Вот тройная турбированная печь. Результат плавки, как говорится, налицо. Продолжение следует.